Рада всех видеть. По поводу инноваций, красивых названий и терминологий Алексей Благерев все вам красиво рассказал. Меня Татьяна Архарова попросила рассказать именно о том, ну скажи что-нибудь, что нужно сейчас делать-то вообще, или какие факапы, где что были. Поэтому я пойду от собственных кейсов, от собственного опыта. Но прежде чем говорить об этом, потому что свою презентацию я назвала именно «Советы бывалого», а кто я вообще такая, чтобы вам давать советы? Очень многие из вас умнее, чем я, я в этом точно уверена, потому что вы учитесь еще больше, можете знать чего-то еще лучше. Я могу только сейчас добавить какого-то своего опыта. Принимать его, не применять – это уже ваша задача, ваше решение точнее. Ну, немножко смеха. Мальчики, закройте уши. Я выбрала, все-таки у нас девичник, я выбрала цитату Фаины Раневской касательно того, что женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая потеряла голову от того, что у мужчин красивые ноги? Это как раз о нас. И пусть мы сегодня в начале весны, вечер, пятница, немного пофилософствуем на тему женщин, об их карьере, о женщине в IT. Почему я здесь стою и вещаю и чем могу с вами поделиться? У меня порядка 20 лет опыта в банковской сфере. В 2013 году мы создали внутри Альфа-банка, в котором я проработала 14 лет, Альфа-лабораторию. Это диджитал-компания внутри компании, которая разрабатывает как раз инновационные R&D проекты, разрабатывает мобильные и не только мобильные приложения. Тоже занимались блокчейном, внедряли джайл, делали хакатоны и много-много-много интересных инновационных фишек, которые постоянно появляются. Но в какой-то момент я подумала, что я очень сильно пригласила попой к хорошему очень месту, большому коммерческому банку. И поэтому я решила уйти из большой организации и попробовать что-нибудь другое. И мало того, я еще хотела уйти из IT-составляющей в продуктовую составляющую, потому что мне это больше на тот момент нравилось. Ну и сейчас продолжает нравиться на самом деле. Но это на текущий момент. Что будет завтра со мной, я не знаю. Потому что, как правило, заметили коллеги, которые выступали передо мной. Мир меняется очень быстро, и мы не всегда успеваем следовать за ним. Нужно постоянно пробовать и создавать даже новые профессии. В компании «Ватор» я как раз создаю продукты. Эта компания небольшая, то, с чего я и хотела. И связанная с IT, но тем не менее больше формирующая продуктовую составляющую. Касательно того, о чем я хочу рассказать. Меня при подготовке встречи с вами очень парил вопрос, а кто вы, те люди, которые придут слушать. Меня парил вопрос возраста, чем вы занимаетесь, что вам может быть интересно. Поднимите руки, пожалуйста, раз большинство из нас девушек, мы можем быть откровенны. Кто родился позже, чем 90-й год? Большинство, да. Большинство людей. Короче, что меня парило. Я никогда не верила в историю поколений. Вот вы слышали, в какой-то момент создали такую историю в начале 90-х, Generation, там, X, Y, Z. Мой муж сказал мне, ты никогда не думала, что ты, человек, относится к поколению люди с ключом на шее. То есть, на самом деле, я тот человек, который, и многие вместе со мной, это те люди, которые ходили с ключом от дома, они были ответственны в том смысле, что сами себе разогревали еду, рано начали готовить яичницу, и сами принимали очень быстрое решение. Сейчас я смотрю на своих детей, и я боюсь, чтобы они не стали поколением снежинок. И вам искренне тоже хочу пожелать, чтобы вы не стали ими. Сейчас я расскажу, кто это такие. Это именно потому, что, на мой взгляд, это очень сильно мешает дальнейшему развитию карьеру. Кто такие снежинки? Сейчас это такой тренд по всему миру, и он меня очень сильно пугает. Моему старшему ребенку 9 лет, и я на нее смотрю и очень ее опекаю. Это детишки, и кому-то уже за 20, в том числе, которые очень сильно окружили себя заботой, боятся быть психологически ранены, если что-то произойдет, и очень ратают за безопасность. Вот если вы только почувствуете, что у вас что-то такое происходит, похожее, либо кто-то рядом с вами, бегите от них, пожалуйста. Вы не сможете построить карьеру, на мой личный взгляд. Опять-таки, вы в конце сами примете для себя решение, важно это, не важно, может, она бред какой-то говорит, но это мое личное мнение. Я боюсь людей, которые хотят жить только в безопасности, не умеют держать удар и боятся принимать решения самостоятельно. Почему я это говорю? Когда я сама выбирала, когда я решала, куда я пойду, в институт, на какую работу, то, конечно же, мне советовали что-то родители и близкие. Но я сама принимала это решение. И потом жалела об этом, может, надо было в другой институт. Вот Леша говорила, что он тоже, может, не совсем в тот институт, как ему казалось, принят. Но я уверена, что это было его решение. Правда, Леша? Попал куда попал. Ну, тем не менее, дорожка его вывела. Это подтверждает того, что выбор самостоятельный сейчас, не важно, кем вы будете через три года, он принципиально важен. Дальше, участь в институте, я одновременно закончила два факультета, получила красные дипломы, поступила на работу, но я на этом не останавливалась. Опять-таки, добавлю к предыдущим моим выступающим, моим коллегам, они часто говорили о том, что учиться нужно и постоянно обогащать свои знания, потому что технологии развиваются быстрее, чем эти навыки. И я постоянно тоже совершенствовалась. У меня есть такая ценность внутренняя, ну, такая необходимость просто, любознательность и постоянно что-то изучать, дополнительно получать какую-то информацию. Вот мой совет здесь в данном случае заключается, что нужно делать. Нужно учиться на износ и постоянно. То есть регулярно изучать какие-то новые, повышать квалификации. Был тоже такое исследование, что люди, вот кто-то из вас даже сказал, да, я вот институт закончу, больше учиться не буду. На самом деле, меня эта фраза тоже пугает. Почему? Потому что исследование показывает, что если люди после 25 лет перестают учиться, изучать, там, не знаю, новый язык, изучать, ну, там, не знаю, вот какую-то новую технологию, новый язык программирования, у них идет деградация. И это значит о том, это значит всего лишь, что вы потом не будете нужны совершенно. Вы первые, кого вышвырнут. Ну, потому что вы не сможете давать то вэлю, или вы не сможете построить свою компанию, и вас опередят ваши же конкуренты. То есть в данном случае здесь учиться на износ, и главное, постоянно мой совет. Четвертый совет связан с тем, как принимать решение. Как у меня складывалась ситуация, когда я выбирала институт для себя, выбирала работу. Мама моя хотела, чтобы я поступила в институт около дома, а еще рядом с этим институтом находится военное училище, а там же, значит, мальчики, там я выйду замуж, и вот очень долго она этого хотела. И она совершенно не понимала, куда-то я рвусь. Я сама из Московской области, и мне всегда хотелось учиться в Москве, там получать знания. То есть я там снимала тоже, жила в общаге и так далее. Это было жутко сложно, и мама не поняла, почему, зачем такие сложности. Можно все проще, как в Советском Союзе было принято. Вот педагогические стоят, вот там военное училище. Такая похожая история недавно произошла с моей приятельницей. Она делилась со мной информацией, что у нее сын старший не хочет работать. Я ему дала прекрасное образование, он хорошо знает языки, он хорошо знает свою специальность. А дочка моя, которая тоже помогла все сделать, поступила в институт, кстати, ваш, а через год ушла. Говорит, мам, мне не нравится. И вот моя приятельница этого не понимает. То есть в данном случае, наверное, мой совет заключается в том, что решение нужно принимать самим, но при этом объяснять эти решения родителям. Это как раз те люди, которые вас поддерживают. Вот это они постоянно за вас переживают. И они являются, я тоже дальше об этом скажу, они являются тем базисом, который вас поддерживает. То есть постоянно объяснять, успокаивать, что так и нужно, так для меня лучше. То есть ваша ответственность, ваше решение, но при этом не надо грубо посылать родителей и делать только так, как вам хочется. Немного скажу по поводу самой профессии. Меня тоже штормило, как вы заметили, и сейчас тоже подштормливает. Но я постоянно что-то пробую, ищу себя. Иногда, наверное, стоит остановиться, но мне кажется, что если я остановлюсь, то весь мир остановится рядом. Вот сейчас на текущий момент очень востребованы, конечно же, специальности. Может быть, профессии по дому будут модернизироваться. Именно специальности связаны с IT. Но те, которые были век назад. Кстати, вы знаете, в 19 веке, например, профессия инженер считалась самой высокооплачиваемой, самой такой карьерно значимой. Потом, чуть позже, в начале 80-х, была такая профессия сисадмин, которая была очень крутая. Кто такой сейчас сисадмин? Это же саппорт практически. Мы практически не знаем эту специальность. Но сейчас сильно востребованы люди, которые знают бигдату, знают интеллект искусственный, то есть занимаются дата-сайентисты, инженеры, исследователи. Вот эти люди сейчас очень востребованы. И сейчас непосредственно я своими командами набираю именно ребят, которые работают с большими данными, их анализом больших данных. Но в данном совете я что хотела сказать? Сейчас такой тренд, что вы можете расшивать свою экспертизу и по чуть-чуть узнавать. Здесь я узнаю про блокчейн. Пойду по делу. Здесь я начну разрабатывать фронтенд на JavaScript. Здесь поизучаю Python, поэтому пойду сюда, сюда, сюда. Сейчас тренд. Я разговаривала с несколькими компаниями большими. Не знаю, может меня поправят. Но по крайней мере я придерживаюсь такого мнения. Нужно глубоко изучить одну экспертизу. Очень глубоко. И тогда вы станете экспертом. Вот если вам действительно это еще и нравится. После этого можно что-то менять. Но вот сейчас люди, которые глубоко знают свою экспертизу, они очень высокооплачиваемые. Действительно это так. Я сейчас отошла от теории Т-образных людей, которые знают и левое, и пятое, и десятое. Считаю искренне и откровенно, что нужно изучить какую-то одну экспертизу очень глубоко. Не только изучить, но и попробовать на практике. Сделать какой-то результат, а потом можно передвигаться. Вверх, вниз, параллель, куда угодно. То есть совет именно в том, чтобы глубоко изучать и применять на практике какую-то экспертизу. Еще такой, у меня пока еще времени нет, есть. Еще один следующий мой совет. Наверное, советовать я могу долго, хотя это неправильно. Выбрала на самом деле 13 советов, с которыми хочу вам поделиться. Следующий кейс такой интересный. Тоже общалась со своей знакомой. Она рассказывает. Сидит мой сын с другом, они учились в институте, и на компьютере что-то там долго, очень сильно пишут. Она подошла, спрашивает, смотрит. Они резюме составляют. И в общем, они очень быстро написали, сколько они хотят зарабатывать, сколько они хотят бабок. Но как вы думаете, на чем они остановились? Они не могли придумать. Ну то есть, ребята, это такой бред. Там у этой истории дальше было развитие очень интересное. Чуваки в итоге подумали, что они так крутые, потому что там отучились пару лет в институте, бросили институт, забыли, что их могут призвать в армию, подумали, что родители их откосят, а родители обиделись, потому что их не предупредили, что они решили уйти с института. Сейчас они служат за Уральскими горами, часто звонят родителям и вспоминают, как же было хорошо. Это я к чему. Мой совет. Я часто вижу резюме, которое приходит ребят, которые либо не закончили институт, либо вот только вот-вот закончили. То есть не имеет никакой практики совершенно. Ну это, кстати, можно практику раньше начинать. Не наглеть и не фантазировать. Насколько мы круты, насколько мы много чего знаем, много умных слов. Теория – это очень хорошо, но начинать нужно с малого. Я искренне считаю, что если вы… Я так же бы делала, поэтому делюсь с вами. Деньги придут. Если вы только сделаете один шаг вперед, не будете наглеть, получите практику, либо в какой-то большой корпорации, либо в небольшом стартапе, научитесь делать какой-то свой бизнес, они обязательно придут. Так. Едем дальше. Опять-таки возвращусь к моей любимой теории снежинок-не снежинок. Так получилось мне, что с учетом того, что меня немного перебрасывает из тех направлений, а я могу себе уже это позволить, я считаю, что 20 лет в банковской сфере можно куда-то в сторону отойти, я периодически общаюсь с коучами. На самом деле, тут такой доп. совет, наверное, у каждого из нас, я бы рекомендовала иметь какого-то наставника. Это может быть дядя родной, это может быть незнакомый какой-то человек, у кого-то может быть это священник, но человек, который может давать эти советы. Мне в свое время его не хватало. Но сейчас не об этом. Короче, в последнее время, в последний раз, когда я хотела коучем, был такой момент, они мне постоянно говорят, ты делать должна только то, что тебе нравится. Я такая, блин, клево, а как это? Я всю жизнь делала, что надо. И тут такой момент, сидит передо мной коуч, очень грамотная тетка, но она с грязными волосами, извините, очень полная, в общем-то, не производящая впечатление. И она говорит, зачем ты каждый день обливаешься холодной водой, если тебе не нравится? Зачем ты занимаешься спортом, если тебе это не нравится? Так потому что я хочу хорошо выглядеть, а для этого нужно что-то делать, то, что надо. Поэтому вот эта вот вся фишка, мы должны делать только то, что нравится. и всегда будет очень все хорошо, это просто розовые слюни. Часть вещей нужно делать, для того, чтобы потом делать только то, что хочется. Вот я к этому сейчас пришла, потому что, ну, действительно, несколько коучей мне об этом говорили. Я с ними не согласна. Может быть, потому что доведено до абсурда. Еще такой кейс. То есть я работала, я там закончила институт, работала на одной работе, тоже в свое время, где-то когда-то давно была и официантом, и в институте, когда училась, уборщица работала, потому что очень рано хотел себе деньги свои заработать, личные. Ты когда приходишь, бывает какой-то момент, ты приходишь, ты что-то на работе достиг, или там вот вы вышли на работу, у вас какой-то успешный проект, вы уже можете там попросить какие-то бабки, или вы таки решили, ну все, я пойду на новую работу, и приходишь и думаешь, ну я же такая крутая, или я же такой крутой, надо, наверное, как-то повыпендриваться на этот счет. У меня был такой случай, для меня это был период, когда я ушла в декрет первый. Я на тот момент хотела что-то отдохнуть, ну, с дуру подумала, что декрет – это отдых. И думаю, ладно, пойду я поотдыхаю, через год вернусь и там посмотрим, что будет. Короче, у меня уже там достаточно успешная была карьера, то есть у меня уже было много подчиненных, я там все делегировала, все нормально. И тут я возвращаюсь через год и смотрю, они на меня смотрят как на равных. Такая, что за фигня вообще? То есть я пришла, меня не воспринимают как такая вот такая крутая тетка. Пришла такой руководитель. Оказалось, все очень просто. Все заслуги забываются. Вы каждый раз заново должны идти и своей практикой, новыми знаниями, которые вы, как я раньше говорила, получаете. Доказывайте себе в первую очередь. Ну, и показывайте окружающим, на что вы способны. У меня такое-то было. У меня два таких жизни было, две пощечины. Вот. Но это прям реально так отрезвляет. Спасибо. Хочется выпить что-то так сразу. Вот. Но это клево. Я всю жизнь как дура училась на своих ошибках. Вот. Но вот как бы Фаина Раневская сказала, что мы все-таки умные. Поэтому я вам очень рекомендую даже не фантазировать на предмет того, что вам кто-то что-то должен. Что вот вообще эти фантазии стоит убирать напрочь. Каждый раз, как вот заново. Или тоже кейс с тем, когда вы приходите в какую-то новую компанию. Ну, например, вы учитесь в институте. Потом вы приходите в компанию, либо меняете ее. И тоже вы такая красивая, пришли. Сейчас я все тут поменяю. Либо все будет... Это, знаете, такая есть присказка. В церковь со своим уставом как-то так, по-моему, да? Не ходит. А, монастырь, точно. Монастырь со своим уставом. Какой вывод здесь? Принципиально важно, помимо ваших скиллов, навыков, компетенций, культура компании. Вот вы должны намного... Ну, как должны, господи. Не должны, конечно. Но я рекомендую почувствовать ту культуру, соответствует ли она вам. Готовы ли вы работать в большой корпорации, где много бюрократии? Может, она вам нормально? Либо в большой корпорации, где много инноваций? То есть культуру, ее трудно очень померить, но она так жутко, остро чувствуется. Культура – это когда... Это о том, как вот вещи, как принимаются решения, как общение с людьми происходит. На моей практике со временем, ну, когда там определенный уровень достигается, сколько бы вы не зарабатывали, но вам может быть настолько говено, если даже вы хороший эксперт, но компания отвратна для вас, что я вам рекомендую как можно раньше понять, это та компания? Вы просто это почувствуете, почувствуете на себе. Ну и пробовать нужно. В разных компаниях, конечно, ходить. Но вот HR меня поправит. Я не знаю, есть сейчас такой признак, там, смотрит в резюме HR о том, что часто меняет работу? Наверное, уже нет ведь, да? Кем ты видишь себя через пять лет? Да, вот это, кстати, тоже очень быстро меняется. Мы когда в Альфа-Лаб пришли, стали, Альфа-Лаб стали создавать с нуля. Мы старались брать людей, которые либо из института, но побывали в стартапах. То есть нам не хотел даже брать ребят из банковской сферы, привнести что-то новое. Поэтому это очень сильно меняется. И вот это вот даже Альфа-Лаб внутри Альфа-Банка. В Альфа-Банк ребята, стартаперы не хотели заходить, например. Мы их прям приводили руками, смотрели, чуваки, смотрите, у нас же Google Style. Кто-то слышал про Альфа-Лаб? Кто-то? Вот, супер. Там очень красиво, там нас долго ассоциировали с пуфиками. Господи. Вот, но я здесь оставила, если будет интересно, у меня блок на Medium есть, я там описывала порядка 12 у меня там статей. Вот, это я к чему? Это я к культуре. Вот, на мой взгляд, это одно из ключевых. Смотреть на культуру компании. Вот, но так как у меня презентация называется что делать, что не делать, я же делюсь не только позитивными какими-то вещами, но и фейлами. Для себя у меня есть такой, как бы еще неразрещенный, незакрытый гештальт у меня еще один есть, связанный с тем, что я несколько раз начинала стартапы, собственные бизнесы, но не доводила до конца. Ну, так получалось, что меня либо затягивало в какую-то корпорацию, и это много времени отнимало. Вот, я до сих пор этим мучаюсь, но я вам обещаю в присутствии большого количества людей я это сделаю. А совет мой заключается в том, не мучайтесь, сделайте, пусть даже это будет фейл. Серьезно, это так. Это мне, чтобы я сделала, да? Круто. Наверное, еще два последних моих крайних совета. Немножко затронула тему семьей. Не знаю, больна ли эта тема или нет, но вот для меня семья – это тот бэк, сначала это ваши родители, братья, сестры, потом это муж, дети. Это тот бэк, который меня держит. И карьера успешная только в том случае, вот не верьте, что говорите, там, где хорошо, в другом месте точно плохо, только там, где очень хорошо с семьей. Поэтому держитесь этого бэка. Вот дополнительно кейс, вот это то, что учит найти баланс между семьей и работой, наверное, у кого-то получилось, у меня нет. Говорят, со временем получится, потому что когда профессии растворятся, вся наша жизнь будет работа плюс семья, и как-то мы не поймем, где это все происходит, я в свое время для себя сделала выбор. Выбор не в сторону семьи. Я сказала для себя, что у меня работа на первом месте, поэтому я как менеджер создала все условия, чтобы у меня были мняни, все вовремя там ходила, создала все курсы и так далее. Но, тем не менее, работа для меня важнее. Если у вас удастся сделать баланс между этими двумя понятиями, будет очень здорово, но у вас есть шанс. Это действительно так, потому что сейчас вот такое отношение к работе сильно меняется. Рассказывала о приятельнице своей, она работает в большой бюджет, как сказать, в большой корпорации государственной, и она искренне понимает, почему ее сын, который имеет блестящее образование, не хочет приходить на работу в 9 утра. Она не может этого понять. Он говорит, мам, объясни мне, пожалуйста, зачем я должен приходить, почему я не могу работать там или тогда, когда мне удобно. Это как раз история о том, что семье тоже нужно объяснять, и то, что у вас получится сделать, найти этот баланс. Ну, в общем-то, семья – опора всей твоей карьеры. Мой 12-й совет. А 13-й совет у меня звучит так. Чужое мнение – говно. То есть, кто бы вам ни говорил, я сама искренне сталкивалась, когда выбирала какую-то работу, мне говорили, о, ну ты же такая крутая, ты что туда пошла-то? Я такая, блин, действительно, я же такая, ого. Не место красить человек, как бы ни звучало это банально. Вы можете прислушиваться, но решать вам. Выберите для себя несколько человек, которые для вас ценны и мнение которых важно, а остальных нафиг. Не важно, что вас говорят. Вы только тогда вы можете изменить этот мир. Здесь я набросала вот эти вот 13 советов, выделила, как мне кажется, важные, но, наверное, ключевая история, а в чем же формула успеха? Да и нет ее. Она искренняя и индивидуально ваша. Но иногда можно слушать советы бывалых. У меня все. АПЛОДИСМЕНТЫ Г Java. АПЛОДИСМЕНТЫ Г Auch.